Здравствуйте! У нас ужасный ветер сегодня. Сажаем картошку под мотоблок. Наверное, ничего слышно не будет. Ветрище просто сдувает с ног. Здесь целина. Один раз только мы сажали капусту. Вот в этом году все-таки решили посадить картошку. Как называется у нас мотоблок? Миша сейчас делает бороздки. Тут у нас уже посажена картошка на этих вот. Думали, честно говоря, что нашу целину он не возьмет, но берет, конечно, тяжело первый раз. Каждым годом все легче и легче будет. Но, тем не менее, вот что-то получается. Конечно, ровности такой еще, ровных воровков пока сложно достичь, поскольку тут вот такие вот, видите, у нас встречаются прелести. Вот, но, тем не менее, что-то получается. Ну, тут немножко картошечку Миш разрезал ты. Что-то мне туда пошел чуть-чуть. Видите, какие там прямо дерн страшный. Невозможно ехать даже мотоблоку. Вот видите, набилась трава. Сейчас будем очищать. Трава набилась, да? Посмотри, сколько травы набилось. Трава набилась. Вот что значит целину. Видите, пахать. Даже техника не выдерживает. Там немножко ты вот там, с той стороны в одном месте там картошку разрезал чуть-чуть. Снимаешь? Да, снимаешь? Ну, чего, пап, твое мнение про технику скажи, Соня. Тихника хорошая. Так. Сейчас ветра пока нет, все слышно. Все нормально. Вот тут ты посадил, и вот тут посадил, да? И там третий. Это пахарь. Первый раз сажают картошку. Ну да, пахарь у нас все неопытные. Да, пахарь. А что он тебя не выключен? Сейчас это пройду еще раз. А вот пахарь, милостин, да? Да и сад, и сад. Ну нет, ты смотри, для первого раза очень даже прилично получается. Ну я даже сказала, что солена тут лет сорок ничего не сажали, не пахали, вообще кошмар. Вот такая вот трава, видите? Вот у нас тут деревья, и между деревьями решили посадить. Как могли прокультивировали. Погромче поговорить, он еще работает. Я говорю, как могли прокультивировали, и садим верновины, можно сказать. Ну да, вот такие, видите, комки, дерна. Вот такие вот, видите, у нас. Ну, я думаю, на первый раз. Ну, на первый раз картошка, она сама по себе почву улучшает, когда начинает расти корнями. И на тот год уже тут легче будет, что говорить. А на следующий год уже будет. Да, там уже полегче будет. Уже солена есть солена. Вот видите, какая трава. Так еще мы тут косили ее сколько раз. В общем, вот, на этом участке у нас картошка. Там покажу, давайте, чем я занимаюсь. Теплицы надо открывать, потому что дикое жарище. Сейчас будет гроза, потом закроем. Сейчас буду теплицу открывать. Вот. Убираем этот пластик. Это затенение у нас. Невозможно пекло. Уже даже огурцам тошно. В такой жаре вот открыла уже полностью все. Невозможно жарище. Вот. Перцы. Тут у меня огурчики. Вот все стоит. Сегодня вечерком будем. Первый раз качать насосом воду из колодца. Тоже покажу вам. Наконец-то у нас цивилизация к нашему участку. Приближается семимильными шагами. Уже даже электричество подвели. Вот огурцы два дня назад посадили. Вроде нормально себя чувствует. Вон, видите, вдалеке. Бабушкин секрет мой любимый. Редиску скоро будем удалять. Она тут, видите, уже как пальма. Заглушает даже перцы. Все. Пойдемте покажу, как я сажаю клубнику. Мы с утра вышли. Было прохладнее. Сейчас, конечно, градусов 25. Ближе к 30. Очень жарко. Но спасает ветер очень сильный. Ветер это дело хорошее. Прохладно от него. Вот. Томаты вон тут вообще задувает так, что боюсь сломает. А с другой стороны, если их не закрыть, то это вообще будет. Надо этот томат срочно подвязывать. Кто его сейчас сломает точно уже. Вот. Стоят. Ну, а если, слушайте, закрыть. Вот сейчас с открытыми дверями 35. Если закрыть дверь и убрать сквозняк. Они вроде как не любят томаты, да, сквозняк. Но это вообще будет. Градусов 50. Поэтому все открыла. Так. Сейчас попробую вот ту дверку закрыть, может быть. Чтобы их так сильно-то не качало. То бы их сломаются. Огрыжал. Жарко будет очень им. Вот. Там у меня вот не подвязанные два. Вот этот высокорослый я уже подвязала. Соматики зелененькие. Видите, уже все прижились. Все нормально. Вот. Лук уже он какой большой вырос. На перо едим мы его там рассада. Значит, капуста, цветной лук надо выдирать. А то рассаду он скоро заглушит. Ну, мы его срезаем сейчас на еду. Быстренько съедим. Так. И вот показываю, значит, клубнику. Это клубника у меня три года здесь была. Третий год сегодня. В этом году как бы будет. Поэтому я ее уже пересаживаю. Здесь тоже кусты оставлю. Вот. Ну, они уже, видите, все. Свой, как говорится, срок отжили. Поэтому решила в этом году на укрывной. Поскольку идет рабочий процесс. Не пугайтесь, укрывной. Вот такой грязненький. В земле весь. Сразу тут палит идет. Что вношу в лунку? Значит, в лунку вношу залу. Три десертных ложки. Даже четыре. Вот. Вносила куриный перегно. Сейчас он у меня закончился. Буду карбонит вносить. Это у нас мочевина. Вот она так выглядит в пакетике. Вот азотное удобрение. На кончике чайной ложечки ее нужно под каждый кустик. Сейчас бытовку закроют, то у нас ее ветром тут. Дверь туда-сюда шатает. Очень сильный ветер. Не знаю, будет ли слышно на камеру. Стараюсь громко говорить. Прямо микрофон. Посмотрите, что делается с березами. Передавала МЧС сейчас, чтобы вот ураган-гроза. До 17 метров усиление ветра. Вот. Такая вот витрина у нас сегодня. Но погода очень хорошая. Работать хорошо. Потому что с одной стороны тепло. С другой стороны ветерок обдувает. Вот я думаю, до грозы, наверное, клубнику досажу. Вот сюда вот. Так, сколько у меня тут рядков. Вот смотрите. Раз, два, три, четыре. И еще вот один сюда рядок будет у меня. И красота. Думаю, что сегодня завершу. Вот. Вот эти утром посадила вроде ничего. Так они, конечно, немножко листики нагнули. Но более или менее зелененькие все стоят. Вот. Это я беру прямо от кустов. Усы. И тут же прямо с комом земли их пересаживаю. От своей же клубники. Поэтому должны, думаю, прижиться. Зону роста я вроде бы не заглубляю. Вот. Чтобы вот сажать, обратите внимание. Вот зону роста вот эту вот. Вот. Вот ее нельзя засыпать землей. Это старые усы вот тут у него. Тоже можно пооборвать. Вот. Вот. Вот эту зону роста. И потом вот эти вот лепесточки. Крестообразные вот эти вот. Надо их закрыть, чтобы сорняки не лезли. Вот. Где-то у меня тут хорошо закрывают. Где-то плохо. Вот так вот их закрывать надо. Здесь накрыть тогда надрезы делаете. Пыль такая прям невозможна. Вот. Все надрезы вот эти закрыть. Все. И сорнячок не пойдет. Вот. К вашим кустикам. Так что вот у нас сегодня такие дела. На коленках свалился. На коленках все делаю. Потому что здесь нагибаться целый день очень тяжело. Ползаю на коленках вот таких. Очень удобно. Кстати, штука. Вот так они на липучках тут. Кто еще не знает, можете воспользоваться моим опытом. Без них не знаю, что бы я делаю. Еще вот эта вот вещь тоже очень удобная. Это для посадки так-то корневища этих многолетников. Клубешками, которые сажаются там. Тюльпаны для клубневых многолетних цветов. Но я его использую. И томаты им сажаю. Все, наверное, этот конус видели. Вот так вот его втыкаешь. Потом как вот нажимаешь и земля из него, как расходится, земля из него высыпается. Очень удобно. Если бы вот его не было, у меня бы, наверное, в разы медленнее бы получалось вот этого посадочного конуса. Очень вещь изумительная. Кто придумал, тому респект. Так, ну вот такие вот у нас сегодня новости в разгаре. Страда рабочая. На грядках пока еще ничего не взошло. Морковка пока еще собирается только всходить. Как обычно будет похолодание у нас в двадцатых числах мая, она начнет сходить. Лук вот взошел уже. Вот видите, на репку мы сажаем. Лучок уже все, стал проклевываться. Из зелени из моей только один салат зашел, 4 сезона. Больше никого не видно. Вот такой вот 4 сезона. Вот он, видите, маленький. Вот. Растюшечки маленькие. Вот он уже всходит потихоньку. Вот. Вот этот салатик. Вот он быстрее всех. Остальные не крест-салат, не укроп, не салат-десерт. Пока даже не думают про клетки. Что-то очень долго. Даже листовой сельдерей не хочется сходить. Хотя очень теплые дни стоят. Вот папа там у нас настраивает. Мотоблог. Мотоплог, извиняюсь. Вот он первый раз в этом году. Мы Паша мучимся еще только, конечно же. Вот. Но без него мы бы, конечно, такую площадь. Я не знаю, неделю бы на 1 сажали. С ним, конечно, очень-очень удобно. Но и помучиться приходится, поскольку вот такая земля у нас тяжелая. Вот. Вот он сейчас идет, засыпает. Положил картошку, он ее идет, засыпает. Кривовато он идет, поскольку вот эти вот, мешает корневище все вот эти вот, травы, корни и так далее и тому подобное. Ну, я думаю, научимся. Вот так вот. Потихоньку всему научимся. Так, здесь у нас парники, Миш, будут. Да, в конце вот тут у нас парнички будут 6-метровые. Посадилась? Все нормально? Картошка-то закончилась или нет еще? На троечку. На троечку? Ну, ладно. Троечка тоже хорошая оценка в некоторых случаях. Вот. Ситуация с нашей целиной уже и на троечку счастье. Так. Вот видите, левый участок вот такой заброшенный, показываю. И правый участок вот такой. Все сорняки у нас, короче, на нашем участке. Та вот часть деревни вся обихожена, а мы в середине тут. Зарастаем сорняками. Смотрите, клубника как заросла. Хотя ее полола все лето прошлое. Вот она вся впырея и ничего ты тут с ней не сделаешь. Поэтому уже вот один выход под укрывной только сажать. Больше нет выходов никаких. Может быть, еще и под укрывным-то первый год они полезут. Тут, конечно, все мы вскопали, зарыхлили. Ну, посмотрим, что будет. Думаю, что все-таки лучше под укрывным, чем просто так. Ну, что, на этом я заканчиваю. Подписывайтесь на наш канал. У кого есть какие советы, будем очень рады выслушать по поводу посадки картофеля, клубники. Вот мы как бы на своем участке это делаем вот впервые. Ну, клубнику я не первый раз сажаю, на укрывной сажаю первый раз под укрывной. Так, конечно, я уже это делала много раз. Вот, а под мотоблок мы картошку первый раз сажаем. Поэтому, у кого есть какие наработки, будем очень рады, если вы напишите в комментариях. А как сажаете вы? Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайк кверху, либо пальчик внизу, если вам не понравился наш репортаж. Всем пока-пока.